Самое трудное для троповедника то, чтобы уложиться в 10 минут. Это очень тяжело. Поэтому, братья и сестры, я хотел прочитать вместе с вами два места Священного Писания. Первое место – это Экклезиаста, 11 глава, 1 стих. Я думаю, что многие из вас его знают. Написаны такие слова. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Второе место Евангелия от Луки, 6 глава, 38 стих. «Давайте и дастся вам, мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплет вам в лона ваша. Ибо какую меру мерите, такой же отмерят вам». «Давайте и дастся вам». Братья и сестры, как вы думаете, что для человека легче – давать или принимать? Люди любят принимать, когда дают им бесплатно. И когда бесплатно дают, то становится очередь. Особенно в Пент-Стейте, когда дают бесплатно мороженое. Это линия такая огромная. Люди любят получать бесплатно. Вот мы прочитали вместе с вами Слово Божие «Давайте и дастся вам». Знаете, первое место мы прочитали, что «Отпускай хлеб твой по водам». Вы когда-нибудь видели, чтобы хлеб пускали по воде? Я в жизни никогда не видел, чтобы хлеб пускали по воде. Мы, когда были маленькие, после дождя любили пускать по воде кораблики и смотреть, как они плывут, эти кораблики, и как их иногда маленький порожек переворачивает. Мы опять ставили на место. И когда только большая вода, и там они спокойно плывут. «Отпускай хлеб твой по водам». Братья и сестры, это Слово Божие говорит. Я знаете, ну, это в этом не только физический смысл, есть и духовный смысл. Это Бог говорит, Он стоит за этим Словом. Бог наделил людей. И когда мы читаем вот Евангелие, особенно Евангелие, не только Евангелие, Ветхий Завет, Бог говорит, чтобы всегда люди заботились о других, которые не имеют ничто. Знаете, Бог заботился о них, Он говорил, Он писал заповеди, чтобы люди могли открывать свои руки, давать. Особенно, когда вот Крисмос наступает, знаете, вот в нашей церкви везде, знаете, вот красненькие такие коробочки. Вот их отсылают в разные страны. И как смотришь, как дети открывают, бедные люди открывают вот эти подарочки. И такая радость в их глазах. Там игрушечки необходимые для них, они радуются. Вот этих коробочек, миллионы, они отправляются, особенно из нашей страны, из Америки. Америки как-то особо построено отсылать вот то, что Бог благословляет нас. И верующие дети, они делают это. Сегодня по водам, через океан плывут корабли, несут вот эти подарочки для людей, которые обыздолны, нуждаются в этом. Потому что по прошествии дней многих, они вернутся к тебе. Вот этот хлеб, который отправляешь, он вернется к тебе. Бог наделил нас средствами. Мы имеем особое благословение, и Бог желает, чтобы мы отдавали, мы отсылали, мы делали это для Бога, посвящали Ему. Потому что пройдет немного времени, он, этот хлеб, который мы отпускаем, он вернется к тебе. Один как-то человек, знаете, здесь в Америке просто, если не имеешь ты в кармане денег, ты можешь, если у тебя есть карточка банка, ты можешь к машине подойти, пустить ее, набрал номер, и она тебе даст денег. Один человек, молодой человек, стоял возле этой машины и нажимал кнопки, машина ему не дает. Он сердится, что-то ворчит. Потом уже начал стукать в эту машину. И человек стоял в здании и говорит, ну, если у тебя там ничего нет, что ты стучишь? Чтобы было, чтобы взять, нужно что-то положить. Братья и сестры, наша жизнь христианская, она должна быть полной отдачи. Давать, давать другим, давать другим, чтобы получить. Если это средства, то, знаете, по прошествии многих дней, написано они, вот этот хлеб, он вернется к тебе. Я это испытал сотни раз, когда Бог возвращал тебе, когда ты отсылал вот этот хлеб по водам, он возвращался тебе. Я думаю, что вы испытали в своей жизни, братья и сестры, точно так же, когда мы делаем и духовный хлеб, когда мы сеем, где мы находимся. Иногда видишь тех людей, которые ты работаешь, и они иногда сидят, чтобы в тепле, пока ты там убираешься, и вот ты им стараешься засвидетельствовать, сказать об Иисусе, несколько слов, две-три минутки сказать. И вот мы не знаем, какой посев принесет плод, но главное, чтобы говорить, свидетельствовать об этом хлебе, потому что Слово Божие говорит такие слова. «Утром сей семя твое, и вечером, и не давай отдых руке твоей, потому что ты не знаешь, то или иное другое будет удачнее, или то или не другое равно хорошо будет, братья и сестры. Наша задача сеять – отправлять вот этот хлеб. И придет время, может быть, придет время, когда придем в вечность, и, может быть, вот этот вот хлеб, семя, которое мы посеяли, он пронесет плод, и в вечности через Слово, которое ты свидетельствовал, оно, знаете, даст плод. Там твой окажется этот плод. «Делая добро в нашей жизни, братья и сестры, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Делать добро. Люди больше всего ценят добро. Как важно. Мы как-то на разборе рассуждали. Одна добрая женщина, отпетым зэком, которые имели какие-то проблемы, когда приходили, нужно было операции, когда люди иногда, доктора, не могут, знаете, сострадать людям, они готовы, ну, что-то больное сделать. А вот эта женщина всегда говорила таким убийцам, она говорит, «Голубчик, голубчик!» Знаете, вот эти слова, добрые слова, как они много могут, братья и сестры. Слова о Господе очень много могут, когда мы их говорим с любовью, когда сеем, придет время, оно даст плод, братья и сестры. Как важно наши средства вкладывать в вот этот небесный бах. Банк! Придет время, братья и сестры. Вот на этой неделе мы, я думаю, что уже похоронили брата Николая Колесникова. Я помню, когда-то он мне подарил Евангелие, когда было трудно, и я попросил его, чтобы достать Евангелие. Он мне достал Евангелие. На этой неделе он ушел в вечность. И я напомню, когда был мальчиком, он рассказывал такой пример. Говорит, когда люди что-то делают до Царствия Божия, знаете, вот это все хранится в небесном банке. И был бедный человек и богатый. И вот когда оказались в вечности, его ангел ведет по этому, на небесах этому золотому городу, и показывает, там дома какие стоят в небесах. Говорит, вот это вот дворец, огромный дом, красивый. Говорит, это тот нищий, который с тобой жил. Да ты что? Да какой это дом? Ну покажите скорее мой дом, который будет у меня. И он подвел его к хижине, развалюшке, соломенная крыша. Вот это мой, да, это ваш дом. А почему? У него такой, а у меня вот такая вот соломенная крыша, дом такой. А потому что, говорит, вы не отправляли в этот небесный банк свои средства. Богатые люди не любят тратить. Они любят отправлять свои средства на банк, чтобы они умножались, а дети Божьи, знаете, они отсылают по водам. И иногда люди считают, что это неразумно, но здесь есть духовный закон, который возвращает Бог. Бог стоит за этим словом, Он возвращает. Братья и сестры, почему мы должны давать? А потому что основатель нашей веры, Господь Бог, Он отдал. Он отдал самое дорогое, что у Него есть, Сына Своего для нашего спасения. Он, Сын, умер за наши грехи и за беззаконие. И поэтому христианство, оно отдает, братья и сестры. Оно хочет отдать, потому что Бог, Он отдал для нашего спасения самое дорогое. Христос, когда видел толпы людей, у Него была жалость. Он давал им, Он благословлял хлеб, насыщал их. Это наша обязанность тоже делать, насыщать людей, давать хлеб этот небесный. Знаете, Он учил иногда странным словам. Луки 14, глава 13 стихом. «Когда ты делаешь пир за винищих, увеченных, хромых, слепых» 14 стих. «Блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Знаете, здесь, если не воздастся, воздастся тебе воскресение праведных, когда настанет этот день. Бог воздает, братья, Он воздает здесь, в жизни и в там, в вечности. Поэтому Господь говорит, чтобы, как мы прочитали вот в 6 главе, «Давайте и дастся вам, мерую добрую, утрясенную, нагнетенную, переполную отсыпнет в лона ваша, ибо какую меру мерите, такую и вам отмерят». Знаете, когда человек сеет, он получает больше. Человек, который сверх меры березлив, написано, он беднеет. Время мое вышло, поэтому, братья, сестры, я бы хотел, чтобы наше сердце всегда было готово отдать, готово то, что мы имеем, готово, если сердце наполнено вот этим дорогим словом, отдавать. Придет время, мы увидим плоды. Пусть имя Господа будет возвеличено. Он отдал, и мы должны отдавать все, что Господь посылает для Царствия Его, для славы Его. Придет время, мы пожнем. Аминь. Помолимся.